Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 27 февраля день Кирилла, назван в честь равнопостного Кирилла, Учителя славянского. Именно он с братом, Мефодием, придумали славянскую азбуку под названием Кириллица. Именно она лежит в основе современного русскоязычного алфавита. За основу был взят греческий алфавит, А до этого была славянская письменность, глаголица. В старину этот день называли бабьями взбрызками. Сегодня ходили в гости к бабам-повитухам, Которые помогали роженицам разрешаться от бремени. И всячески благодарили и угощали пирогами, Сладостями и вином. А мужчины для этого случая готовили особое пиво. Это пиво, сваренное на воде, Собрано из семи святых источников. Вначале воду наливали в стопу, Сделанную из благородного металла, И толкли серебряным пестом. Вода насыщалась благородными металлами, Уже потом из нее варили пиво. Это пиво считалось целебным, Поддерживающим здоровье жены. Жены пили его сами и приносили в дар бабам-повитухам. То есть, а вы можете на основании этого рецепта Сделать целебный настой из трав. Также взять из семи источников, По крайней мере из стальки, сколько вам удастся, И насытив его ионами серебра, Настоять на нем травы. Сегодня сны вещи. Если приснились тарелкой горшок, Это к неудаче в крупных делах, Рыба к неожиданным вестям, Кладбище к долгой и счастливой жизни, Часы к временным трудностям, Письмо к расставанию с близким человеком, Ребенок на руках к достатку и миру, Погоня к судебной тяжбе, Сумка к разрешению. Приметы этого дня. Крепкий мороз сегодня к знойному лету. Какова погода на Кирилла, таким будет август. Ногти и волосы сегодня не стригут. Покупки, совершенные сегодня, Будут очень удачливыми. Поэтому покупайте машины, То есть крупные покупки, Делайте сегодня. Сегодня успешно лечится алкоголизм. Сегодня вспоминают грехи, Исповедуются и раскаиваются В совершенных проступках. Какое у вас образование? То, которое мне надо. То, которое необходимо для решения проблем, Которые возникают по жизни. Возникла проблема, Прочистить канализацию. Я ее прочистил. Возникла проблема, Починить кран водопроводный. Я ее решил. Возникла проблема, Электрический выключатель починить. Светильник починить. Сделал. Возникла проблема с геморроем. Я ее устранил. Возникла проблема со спиной, Рыжей по всему позвоночнику. Я ее решил. И вот так во всем. Вот это самое лучшее образование, Которое может быть в мире. И вот к этому надо и стремиться. Проблема решаем. Вот это то, что надо. Вы знаете, что я автор многочисленных книг По естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют, И вы хотите их приобрести, Пожалуйста, обращайтесь ко мне На мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Продолжение следует...